Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Не могу определиться с выбором мужчин. Я в разводе. Мне 44 года. Знакомлюсь на сайте знакомств. Скажи на свидание. Мужчины есть приличные и хорошие. Моя проблема в том, что я не могу определиться с выбором. Вроде один нравится и другой. Хочется определиться и начать уже серьезные отношения. Посоветуйте, как в моем случае определить для себя нужного человека. Ну, вы знаете, начнем, пожалуй, с того, что если вы не можете определить нужного человека, то уж точно мы этого сделать не сможем за вас. Потому что нужный человек, он на то и нужный, что вы чувствуете, что он вам нужен, и это чувствуете только вы. Кому-то один человек нужен, кому-то нужен другой человек. Я не думаю, что можно прийти к вам и сказать, так, вот, тебя зовут, так-то, так-то, тебе нужен этот человек. Мне кажется, это какое-то обесценивание по отношению к вам. Мне кажется, это какое-то принижение вас. Я думаю, что вы и сами не согласитесь с таким подходом. Но именно этот подход вы предлагаете сейчас по отношению к себе сделать нам. Поскольку вы не согласитесь с таким подходом, то, соответственно, вы заявляете о своем запросе уже изначально, который вам не подходит, который нацелен на обесценивание вас, который в себе сейчас в самом подразумевает некоторую, так скажем, ну, некоторую негативную по отношению к вам интенсию. И вы будете с этим сопротивляться. То есть, понимаете, да, если мы будем помогать вам определяться с тем, какой нам человек нужен, вот так, как вы сейчас это говорите, то вы будете сопротивляться. То есть, это заведомо бесперспективная задача. Дальше. Я в разводе, пистюль. Мне 44 года. Да? Развод – это травма. Ну, психологическая травма. Всегда. Ну, практически всегда это психологическая травма. И, соответственно, что? Все. Соответственно, развод весьма, весьма негативно сказывается на человеке. Это тоже факт. И факт, как мне кажется, достаточно очевиден. Поэтому вам необходимо в первую очередь определить, не является ли, не оказывает ли развод на вас сейчас влияние какого-то. Ну, какого-то, я имею ввиду, не оказывает ли развод на вас сейчас, так скажем, серьезного влияния. Вот. Потому что, если развод на вас влияние оказывает, то можно говорить здесь о том, что, как бы, это и будет происходить до тех пор, пока, вот, вы являетесь. Когда вы его не заметите, то есть, пока вы не заметите, что на вас оказывает влияние развод, и пока вы не, ну, устраните его негативное влияние на себя, грубо говоря. Вот. Понимаете, да, какая штука получается? Пока что вы, на мой взгляд, этого, ну, не делаете, и пока что, на мой взгляд, вы об этом как-то вот даже не думаете. Ну, на мой, опять же, на мой, вот, скромный взгляд. И, соответственно, наша задача заключается в том, чтобы вам помочь в этом. Наша задача заключается в том, чтобы помочь вам именно устранить возможные, возможные проявления влияния на вас развод. Так? Дальше идем. Следующий момент. Вы говорите, я знакомлюсь на сайте знакомств. Что привело вас на сайте знакомств? Почему на сайте знакомств вы знакомы? Дело в том, что люди не просто, не просто так, как, ну, как, как правило, не просто так люди приходят на сайты знакомств. Дело в том, что у сайтов знакомств есть некоторые нюансы, которые, ну, приводят, скажем так, к тому, чтобы человек воспринимается определенным образом. Понимаете, да? То есть человек воспринимается более предметно, более материально, и к человеку в этой, ну, в этой, вот, так сказать, парадигме отношение больше как к материальной ценности, нежели чем как к ценности реальной ценности, ну, ценности. Духовные. Вот. И, на мой взгляд, люди приходят на сайт знакомств тогда, когда они испытывают определенные трудности со знакомствами в реальном мире. Вот. Потому что в реальном мире знакомство всяко лучше, чем в виртуальном, да? Кроме того, специфика взаимодействия в виртуальном мире, ну, скажем так, сводится, сводится, сводится к тому, что у людей достаточно мало общего возникает, ну, вообще. Людей мало связывает что-либо, отсюда тоже возникает проблема, проблема общения, проблема восприятия и так далее. Понимаете, да? Я надеюсь, о чем идет речь. Вот. Это все очень важные моменты, если мы говорим о том, как выстраивать отношения. Далее. Далее. Важный вопрос заключается в том, выстраиваете ли вы отношения с мужчинами на основе общих интересов. То есть, я, когда, вот, когда я общаюсь с мужчинами, да, когда я устраиваю с мужчинами взаимодействие, я ориентируюсь на свой интерес, который есть у него же. Или я ориентируюсь на что-то другое. Это очень важный момент. Ну, и последнее, о чем хотелось бы сказать. Да, мужчины приличные и хорошие. Моя проблема в том, что я не могу определить свой выбор. Вроде один нравится и другой. Здесь проблема в том, что вы сами к мужчине относитесь как к такой вот ценности, к такой разновидности одежды, которую вам нужно выбрать. То есть, происходит это примерно так. Я вижу мужчину и думаю, подходит он мне или нет. Вот. Вот. Но мужчина это не, не условно говоря, какой-то элемент одежды. Мужина это личность. Это человек. Со своими нюансами. Со своими особенностями. Вот. Ну, как правило, и, ну, всегда. Вот. И если мы обращаем внимание на это, если мы обращаем внимание на, ну, вот, на вот эти аспекты, то, конечно же, нам будет очень тяжело построить отношения, потому что мы хотим выбрать лучшего мужчину. Ну, мы хотим выбрать лучшего партнера, ну, партнера, скажем так, для, допустим, себя. При этом нужно понимать, нужно понимать, что, например, то, что я имею в виду, не означает того факта, что вам нужно соглашаться, да, на, там, грубо говоря, к того, кто вам не нравится. Нет. Речь, скажем так, не совсем об этом. Речь немножечко о другом. Речь скорее о том, чтобы отделять то, что вы хотите сами для себя, это абсолютно нормально, от того, что вы хотите для, там, гиподетически другого человека. Вот. Это не одно и то же. Это разные вещи. И вот если вы то, что эти вещи разные, замечаете, если вы то, что эти вещи разные увидите и разграничиваете, то все хорошо. Но у меня есть ощущение, что вы этого не видите. Ну, косвенно, да, на это намекает и указывает то, что вы говорите о, например, серьезных отношениях. То есть косвенно это указывает то, что вы хотите серьезных отношений. Правда в том, что, когда мы говорим о серьезных отношениях, мы сразу выстраиваем некую такую идеальную, я бы сказал, идеальную картинку этих самых серьезных отношений. На деле же получается, что, ну, отношения выстраиваться, может быть, в нашей парадигме и не такие серьезные, как мы, ну, может быть, как мы рассчитываем, да, или как мы, ну, хотим, вот. Но от этого они не становятся менее важными, понимаете, да, какой здесь вот есть нюанс. Отношения не становятся менее важными для нас, если они не подпадают под категорию, ну, скажем так, под категорию серьезных. Вот. Но для вас, судя по всему, очень может быть такая ситуация, когда, если отношения не подпадают под вашу категорию серьезных отношений, то вы сразу же от этих отношений, как бы, отказываетесь. Естественно, 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 я не знаю, я не знаю, как обстоят дела на самом деле. То есть, я могу ошибаться, да, я могу быть не прав, я могу, ну, не знать многого о вас. Это нормально. Важно здесь все-таки вот увидеть именно то, что я пытаюсь сказать. До тех пор, пока вы пытаетесь, да, и, ну, до тех пор, пока вы стараетесь, можно сказать, ориентироваться на вот то, о чем я сейчас говорю, вам будет сложно. Вам будет сложно, потому что вы всегда будете находиться вот в этой, так скажем, ну, во власти или, может быть, в аду этого выбора. Что мне лучше для меня выбрать, да, какого мужчину мне лучше для себя выбрать. Эээ, никакого. Лучший мужчина это тот, лучший человек. Лучший человек для нас это тот, эээ, для которого мы чего-то хотим. И вот, вот, собственно, эээ, собственно, как бы вопрос уже здесь больше к вам, да. А хотите ли вы чего-то для, ну, вот, для мужчин, да, эээ, которые вам, ну, которые вам нравятся, да, вот, хотите ли вы чего-то для них? Хотите ли вы чего-то для, эээ, мужчин? Спросите себя. И, и мне кажется, что, эээ, довольно многие вещи, эээ, в этом контексте вам, ээээ, станут понятнее тогда. Эээ, вот, потому что вы увидите, что мне, вот, эээ, в чём заключается, эээ, вообще говоря, ээээ, сложность, да. Ээээ, ээээ, и это, ээээ, приводит нас напрямую, это приводит нас к тому, что вы не доверяете себе. Это напрямую приводит нас к тому, что вам сложно, ээээ, судя по тому, что вы описываете, ээээ, сложно себе именно, вот, доверять. Вот, вам, эээ, доверять себе как-то, как-то, ээээ, как-то сложно. И, в общем и целом, ээээ, как бы, над доверием, эээ, себе, ээээ, ну, вот, над, ээээ, в первую очередь над доверием себе, ээээ, я бы, пожалуй, ээээ, рекомендовал бы работать. Ээээ, вот, потому что, мне кажется, ээээ, что это, ээээ, является такой вот, как раз, эээээ, чуть ли не системной проблемой. Эээээ, ну, ваши системные проблемы, да, да, как бы, вот. Ээээ, будете ли вы её решать, не будете ли вы её решать, это уже зависит, ээээ, по большому счёту, от вас, как бы. Ээээ, я просто, ээээ, в этом смысле, да, эээээ, постарался освучить то, как, как это выглядит, эээээ, со стороны, ээээээээ, именно, ну, со стороны, эээээээээээ. ...психологии. На этом все. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи. Обращайтесь за помощью. Вам она пригодится. Продолжение следует.